Друзья, добрый вечер. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Я приветствую всех, кто на субботний вечер оказался в компании YouTube-канала Feigin Lab и YouTube-канала Курбанова Live. Спасибо, друзья, что вы вместе с нами. Как и всегда, этот час мы присветим тому, чтобы проанализировать все самые главные новости и события, обсудить неделю, которая заканчивается, угрозы, ну и перспективы того, что может быть совсем скоро. Как и всегда, справедлив будущее, мы будем не с помощью хрустального шара, а с помощью Марка Фегина. Марк, добрый вечер. Добрый вечер, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Feigin Live и канала Курбанова Live. Друзья, ну и наставьте, как и всегда, я вам напомню о том, что любой наш зритель – это главный соучастник нашей информационной войны, поэтому мы всегда возлагаем большие надежды на вашу активность. Не забывайте ставить нам лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Feigin Live и YouTube-канал Курбанова Live. И, конечно, высказываться в том числе на те темы, которые сегодня будут звучать. Ваше мнение для нас всегда очень важно. Ну и прежде всего, Марк, мы начнем с вами с того, что очень назадачило украинское общество. Это выход из заявления спикера Министерства иностранных дел Марии Захаровой, которая говорит, вы знаете, тут киевский режим, ну то есть я, находящийся, условно говоря, в Киеве, мы готовим разрушение дамбы Киевского ГЭС и Каневского водохранилища. Во-первых, я скажу так, чтобы никто не паниковал, что сделать это, ну если невозможно, то крайне сложно. Это как Каховская ГЭС, ее невозможно разрушить извне, она должна быть разрушена изнутри самой системы. Вот как бы с этими водохранилищами, с дамбой то же самое. Но катастрофа будет колоссальная, то есть пол Киева минимум уйдет под воду. И, конечно, в этом во всем мы видим, ну не столько угрозы, сколько запугивания, принуждения к миру. Ну смотрите, мы же начали понедельник с Ахмадета, с детской больницы. Ну да, вот Киевская ГЭС тоже может быть. Мы же уже Каховскую подорвали. Ну и я напомню слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что ну вот следующие несколько месяцев могут быть куда более кровопролитными, чем все предыдущее. Как к этому правильно относиться? А самое главное, реакция и ответ какой должен быть вот на такое. Лично вы, наверное, будете провоцировать. Естественно. Что хочу сказать. Во-первых, это все делает Москва. По Днепрогрессу они же били. Да. Ну Каховскую они взорвали. Да. Ну и по АГС они били тоже. Да, да, да. По АГС они били тоже. Да, я не технический специалист. Я сразу говорю, я не знаю, как взорвать дамбу. Никогда дамбу не взрывал. Соответственно, значит, изнутри или снаружи ее можно разрушить. Я не знаю. То есть вот, ну, для меня это, надо понять, не имеет значения. То, что Москва хотела бы взорвать и залить, затопить вообще нахуй всех киевлян, у меня сомнений нет. Вот у меня лично сомнений нет. Захарова вместе с Путином, кто там, все вместе, там, их домашние животные, они их так надрессировали, что они очень хотят, чтобы как можно больше украинцев умерло. Кто-нибудь вообще испытывает по этому поводу хоть какие-то сомнения минимальные? По-моему, нет, да? Значит, для чего она это заявляет? Ну, во-первых, как это сказать? Вот вода чистая, надо замутить, поссать туда, понимаете? Вот они как бы, Захарова лично садится и ссыт. Потому что все это происходит на фоне, во-первых, удара по Ахмадетлу. То есть, вот там они сказали, что это вообще все произошло из-за падения противоракеты на больнице, и она перебила всех. Антиракета, да? Мы узнали новые термины. Противоракеты, антиракеты. Это, значит, тут как бы это вообще... Ну, старая песня, это все они, это все они сами. Можно ли отсюда сделать вывод, что они хотят действительно киевскую дамбу взорвать? И да, и нет. Потому что если ее действительно... Ну, опять же, это вопрос к экспертам. Можно только изнутри взорвать, да? А снаружи невозможно. Но они бы этого хотели. Могут они это сделать? Я не знаю. Ну, если это можно снаружи сделать, им нужно было для этого 10 ракет запустить прямо в дамбу. Ну, они бы это сделали, наверное, да? Ну, наверное, дамба тоже как-то охраняется. Для чего она, повторяю это, говорит? Для того, чтобы вообще вокруг было сплошное... Ничего не разберешь, да? Это все равно не получается. А кто верит вообще, Захар? Вот мне просто интересно, кто поверит Захару? Для внутренних впечатлений. А кто поверит? Бутылка. Бутылка. А что она с ней делает? Она горлышко облизывает, не больше. Ну, сначала ты ее выпиваешь, а потом в практике Марии Захаровой, я думаю, всякое было. Ох ты. Наши передачи медленно превращаются в тематическую, ролевую. Не будем, не будем, не будем. Мы шутим на эту тему, потому что люди как-то серьезно воспринимаются, издеваются. Это начинает нас критиковать. Мы же шутим. Потому что предмет, о ком мы говорим, это все люди, либо Медведев, либо Захар, вы сами понимаете. Вот. Поэтому я просто думаю, что это проталкивается эта штука для того, чтобы просто ее педалировать. Понимаете? Крутить эту педаль бесконечно. К чему это приведет? Что это даст ничего. Ничего, потому что если дамбу реально взорвут, то ее взорвать может не киевский режим, естественно, а только Москва. Если же ее не взорвут, ну, значит, какие-то другие объекты, точно так же, как Ахмадет, будут обстреляны, они будут говорить, да это они сами. Понимаете? Ну, это же стандартная отговорка и так далее. Поэтому нас эта тема, ну, в общем и целом, да, ну, уже не удивляет, удивить не может, будут звучать такие заявления. Вот теперь конкретно относительно контекста, когда Орбан заявил о том, что, ну, видимо, после переговора с Путиным, что 2-3 месяца будут жуткими. Понимаете, для того, чтобы их сделать жуткими, оказывается, и не надо затапливать полки. Достаточно убить одного грудного младенца, понимаете? И это уже, в общем, по пронзительности, по драматизму будет восприниматься достаточно. А это, для этого у них возможности есть. Им для этого дамбу не надо взрывать. Так что это можно воспринимать как некий отвлекающий маневр, а они действительно хотят ударить. Третий аспект. Смотрите. Ну, мне немножко известно, что, как я предполагаю, я сам не участник, но Киев готовит какой-то ответ на удар по Ахмаде. По-видимому, это будет очень чувствительный, очень болезненный удар по какому-то из мест, по каким-то из объектов. То есть, будет очень больно, по-видимому. Я думаю, не случайно сегодня, кстати, так сказать, Буданов выступает, сказал, ну да, мы готовили покушение на Путина. Ну, то есть, видимо, что-то да будет. Мало того, так сказать, Москва специально пропустила информацию у себя там в разных источниках о том, что на саммите в Вашингтоне обсуждалось кулуарно, естественно, закрыто. Как ответить? Обсуждать. Такая чулуарно. У нас есть и Джек Салливан, который сказал это публично. Ну, все-таки, как и куда ответят, не скажут. А там, возможно, обсуждалось конкретно. Давайте туда или сюда. Ну, извините за выражение, но я думаю, в таких выражениях они это все и обсуждали. Я уверен. Так что Зеленский сказал, да, давайте вот сюда, сюда давайте. Не, не, это слишком мало. Давай попробуем. И вот в ожидании этого, а что это может быть? А что это может быть? Они уже намекают. Вы не вздумайте нам вот больно делать по Спасской башне или по Крымскому острову, потому что мы вам дамбу взорвем. Понимаете? Мы тогда вынуждены будем киевскую дамбу и залить пол Киева. Понимаете? Возможно, так сказать, это какая-то такая игра. Это, конечно, слишком сложно. Это слишком как-то многоходово. Но, с другой стороны, если они действительно поверили, что ответ будет болезненный, там, не знаю, дачу Захаровой разрук, что ли, еще чайник там, они могут это дело продавать вот на предмет того, что, а вы вот это, а мы тогда вот это, а мы тогда дамбу, понимаете? Это тоже может быть такой публичный намек, который нужен, чтобы прозвучал как публичный, потому что, ну, передавая кулуарно, никого это не испугает. Передавая публично, надо, чтобы киевский народ напрягся. Ну, то есть, киевляне напряглись, ох, блин, вы и так уже в больнице, там, гражданские объекты, еще нам не хватало утонуть. Это может быть для запугивания делаться, да, для того, чтобы... А вот такие вот вещи ходят. То ли вы сами, то ли мы, но в любом случае результат один. Этого я бы тоже не исключал, потому что ответных мер они боятся. Боятся даже не столько из-за Киева, боятся из-за участия в этой во всей истории Пентагона и Вашингтона. Ну, в целом, ну, и союз. Боятся, потому что могут дать какие-то средства. Скажут, ну, ладно, вот я огрубляю, я, естественно, это не так. Дайте им один томогав, пусть одним томогав куда-нибудь запустят, понимаете? Скорее всего, этого не будет. Ну, или там, атакам не 100 километров, а долбаните на 300. Условно, да, я вот условно говорю. То есть, сделать что-то экстра. Для чего? В условиях войны ответ всегда нужен для того, чтобы это не повторялось. Да, это ведет зачастую к эскалации, но иногда это прекращает взаимное. Если вы вот специально, а мы выяснили, это, по-моему, уже ни для кого не секрет, общее место, что по больнице ударили в прямую Х-101. Ну, мы видели видеокадры, мы видели фото, мы видели фиксацию. Я думаю, американцы на спутниках все это зафиксировали. Там не оставляют, что они ударили. Ну, может, они там объясняли, да, это из Севастополя. Неважно, это уже второе. Я уже говорил, что людоеду не нужно объяснение, почему он питается человеченкой, а не переходит на спарсию. Как говорил покойный Новозворск. Поэтому, возможно, это информационный вброс для того, чтобы как-то предупредить возможный ответ за Ахмадед. Вот. Я бы этого тоже не исключал, а только время покажет, как на самом деле. Вот что. Я тогда добавила бы еще контекст, на который все спутывает и еще делает все сложнее. Ну, во-первых, произошел еще один телефонный разговор между министром обороны США Лоидом Остином. Он звонил своему российскому коллеге Белоусову. И, что самое важное, сам телефонный звонок инициировал российская сторона. В России, собственно, все это подтверждается. О чем говорили прямо так в деталях, конечно, не рассказывают, но говорят, что обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. И обо всем и ни о чем. Ну, то есть, да, без какой-либо конкретики. Ну, явно все это у нас произошел в саммит НАТО, у нас есть там вопрос в поддержке Украины. И, наверное, я предполагаю, что, конечно, там Белоусов, загибая руки и пальцы, он перечислял, как они будут уничтожать Европу и Америку, если и три точки. Но, с другой стороны, вы же там всю предыдущую неделю потратили, в частности, на то, чтобы убедить, что у вас все супер. Вон там в конце года, как сказал CDMP и Путин, со слов Орбана, сядут за стол переговоров. То есть, как будто бы преимущественно стороне Российской Федерации. И я не могу понять, как сложить это все в одну картину с их разными телодвижениями. Мир они не хотят, на мирный саммит не собираются, но в то же время они за то, чтобы снять, деэскалировать ситуацию, не применяя никаких действительно важных действий. Ничего у них не нормально там. Ничего у них не здорово. Это все рассчитано только на произведение впечатления. Прайер, значит, изображает. Это нормально. Это обычная практика. Поэтому это все ерунда. Поэтому они боятся, безусловно. Ну, например, ведь США могут выдать какое-то средство для уничтожения Крымского моста. Я вот задам абстрактный вопрос. У них есть такое средство или нет? Я сейчас даже не уточняю, какое. Вот есть у них такое средство или нет? Например, Зеленский пришел и говорит, «Слышь, Джон, ты и так старенький, слышь? Слышь, Джон, дай нам ракет нужное количество, чтобы мы одномоментно ехнули по мосту». «Слышь, Джон, а зачем?» Он говорит, «Ну, чтобы вот Ахмадета, и вот как-то надо ответить». И он там, «Остин». «Остин, есть ли у нас средство?» «Да, у нас есть, конечно, средство. Мы можем шарахнуть, что там вообще камня на камне не останется. Сто пролетов сразу упадут». Ну, я огрубляю. Я пытаюсь, чтобы это картинкой выглядело такой явочной. И, возможно, Москва либо догадывается, либо что-то такое проступает. И, значит, вызывает Белосу и говорит, «Слышь, позвони Остину, скажи, что не надо этого делать. Мы как бы всё поняли. Мы больше повторять подобного, как с Ахмадетом, не будем». Он позвонил. Он это сказал. Там, возможно, сказать, «А какие гарантии?» «А какие гарантии?» «Ну, мы, честное слово, как говорится, бля буду» или что-нибудь в этом роде. «Может это сработать?» «Может сработать, может не сработать?» «Ну, кто сейчас верит в условиях войны в Москве?» «Москва наверняка уже проотвечалась много-много раз. Когда я говорю, вот это можно, это нельзя, вы давайте вот как-то вот, ну, не надо, население кошмарит». Правда, Москва не будет этого делать просто потому, что дали слово. Вот кто-нибудь в это может поверить? Вот нормальный человек может поверить? И я хочу сказать, что на самом деле самым действенным является именно военное ответственность. Очень болезненно, очень чувствительное, которое вызывает ещё и круги внутри самой России. Потому что, ну, конечно же, если уронить там 2-3 пролёта моста и там сделать его нерабочим, я сейчас беру прямо первое наугад, да, конечно, это вызовёт последствия информационные и другие внутри самой России, где скажут, ну, вы слабые, вы даже защитить мозг не можете, ну, что-нибудь такое. Они же это болезненно воспринимают. Им же надо всё время демонстрировать некую свою силу, мускулиность, там, ещё что-то. А вот такие чувствительные удары, они же ещё и показывают, что, слушайте, они только мизинцем повели, и вот такое последствие. А если они реально что-нибудь дадут? Вот по-настоящему дадут. И что? Камень на камне не останется, и что? И как мы это будем? Поэтому, возможно, идёт отыгрыш такой, какой-то Белоусов, пользуясь предварительным, предыдущим разговором, продолжая типа тему, они же в первый раз как бы Белоусову позвонили сами, Министерство обороны США, там, Остин, и Остин же с ним разговаривал, да? Ну, да, горизонтально. А сейчас это как бы типа ответный. Ну, предлог есть, да? А мы вот хотели на ваше предложение ответить. И там про, между прочим, Слушайте, вы там, я знаю, вот Киев, там что-то Зеленский просит, чтобы вы дали там головочек. Не надо, пожалуйста. Мы как бы вот, ну, как бы не надо, мы же как бы понятийная штука. Ну, а что вы по больнице-то ударили? Ну, как-то, я не знаю, мудак какой-то сидел, нажал. Ну, не надо этого делать. И дальше уже решение за США. Наверное, у Украины тоже есть какие-то средства, но, наверное, более действенные находятся именно в руках американского Пентагона, как я себе это представляю. Опять же, вот мы реконструируем эту ситуацию, но если мы, как эксперты, как наблюдатели, как люди искушенные до определенной степени, прошаренные, да, мы понимаем, как складывается все, то по логике все-таки им не удастся, так говорится. Да, произойдет некое снижение, ладно, они говорят, вот это не трогать, а остальное, пожалуйста. То все-таки ответ какой-то будет, ответ будет болезнен, предельно чувствительный. Он необходим еще и для чего? Показать, что на самом деле американцы могут. Им это тоже важно. Вот с этими двумя станциями раннего оповещения, вот которые, да, 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 вот которые в Орске там, да, Орск-1, вот эти вот от ядерного удара, такой составляющий, ядерный щит, которые были уничтожены в Украине. Это же тоже был сигнал. Будете дергаться, мы вам и шахты все завалим говном. Дадим Украину, а мы-то здесь при чем? Это же вы воюете, это же не мы, значит, мы вам говорим не воюете с украинцами, не нападайте, не агрессируйте, ну вы же сами залезли в это, так если мы украинцам там средства, так у вас вообще никакого ядерного щита не останется. Могут они так с ними разговаривать? Ну, на дистанции, понятийно, почему нет? Поэтому ответ какой-то должен быть, он наверняка будет, масштаб его сейчас обсуждается. Это всегда так. Ну, и потом у Джо компания, у Байдена, ему все-таки вот они как-то разные пробуют. Показать его не совсем в деменции, а показать его крепким челом, либо как бы наоборот не эскалировать. Тут у них мучительное какое-то, вот понимаете, то ли его заменить, то ли наоборот показать, что он старичок-то старичок, а может и нажать на педаль. Поэтому сложно судить, но я думаю, что если мы все правильно понимаем, то разговор, главная тема его была именно эта. То не надо помогать украинцам нам ответить. Вот мой такой прогноз. А дальше давайте посмотрим. Есть еще одна тема, в которой, наверное, я могу сказать, что тоже проявляется сейчас позиция американской власти и президента Джо Байдена. Это решение размещать дополнительные ракеты на европейском континенте. Кремль, естественно, на это все отреагировала и пригрозила европейским столицам ответом, определенным на развертывание ракет США. Песков сказал, что европейские столицы станут потенциальной жертвой в том случае, если европейские страны согласятся на размещение американских дальнобойных ракет. Вообще, это же не новая история, фактически это ремейк холодной войны. Все это уже в мире было. Советский Союз в одних странах размещал ракеты, союзники совершенно других, ну и там, в том числе, были нацелены друг на друга. Насколько я понимаю, на сегодняшний день в России так эти ракеты и остаются, нацелены на определенные европейские страны и не только. Вот это решение, которое, по сути, ну как бы, ну, наверное, прям сильно ничего нового не дает, ведь американские ракеты есть, американские базы есть, американские войска есть, не в большом количестве, но они представлены. А зачем все это еще раз в таком случае переводить на другой уровень? Во-первых, в отличие от периода Холодной войны и противостояния Советского Союза и Западного блока, да, разница следующая. Во-первых, это был не только Советский Союз, а не Россия, это 15, ну, 15 республик. Был Восточный блок, были страны Восточной Европы, где тоже размещались и ракеты, и много чего, и войска стояли, и в Германии, и в ГДР, и в Венгрии, и в Польше, и везде они стояли, и везде они там были. Так называемый Варшавский договор. Сейчас уж никто не помнит, что аналогом НАТО, антиподом его, был Варшавский договор. Сейчас уж как бы... А аналогом прото-ЕС, тогда еще ЕС не был, был СЭФ. Кто сейчас скажет СЭФ? Какой СЭФ? Союз экономического сотрудничества, какой-то вот такой союз, в общем, был социалистический стран. Вообще бесполезный, абсолютно. внутри распределительной системы тема, но, тем не менее, это все было. Вот. Это первая разница, что масштаб разный. И грозить европейские страны, те, которые раньше сами были под пятой Москвы, размещали такие же ракеты внутри Восточной Европы, против как раз стран Запада, Запада Европы и части Центральной Европы. Этого уже точно нет. Раз. Второе. Грозить это бессмысленно и будут размещать, и будут увеличивать, я думаю, там давно уже процесс идет, просто сейчас об этом специально сказали. Средств ПВО таких не было и противоракетных систем, которые сейчас есть у Запада. Это уже 21 век оружие. Не только Патриот, Насомс и другие. Я думаю, эффективность гораздо-гораздо выше. Так что до Украины долетает из 38 ракет 30, до Европы не долетит ни одна. Давайте по-другому скажем, что из 38 30 сбивается, а 8? А 8, конечно, не сбивается. Вот я думаю, что вот вопросы безопасности ракетной и другой в Европе решены почти на 100%. Ну, близко к 99%. Поэтому в Европе вообще фиолетово. А вот что с Москвой, мы уже тоже видим, как долетает туда все на свете. Причем долетает такое скромненькое. А если крупненькое было бы, то там камня на камне бы не осталось. Ни от золотокаменной, ни от других мест. Белокаменной, точнее. Вот. Поэтому вот эта ответная реакция, это не более, чем сражение словесное. Потому что преимущество Запада, НАТО в этом смысле очевидно. Причем Москва его сама признает. Ну, соотношение просто детское против взрослого. Поэтому это не более, чем препирательство на уровне зачем вы это делаете, нам нечем ответить. Мы просто будем вам грозить ответ. Вот и все. Поэтому сравнивать НАТО и прежний Варшавский договор и НАТО и нынешнюю Россию, ну, это просто не сопоставит. Внутри этого самого НАТО те самые страны, которые когда-то стояли в Варшавском договоре, так на секундочку. Все, 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 все. Поэтому на самом деле кроме словесной перепалки, кроме вот этой риторики такой милитаристской ничего за этим нет. То есть реальная картина она вообще не в пользу Москвы вообще. Ну, просто чисто арифметически. Поэтому это скорее проброс в сторону того, что дальнейшие шаги все ведут к эскалации. Давайте разрядку, давайте детант какой-то, давайте еще что-нибудь, но для этого подарите нам Украину. А мы тогда вообще ничего делать не будем, еще будет мир дружбы. оценивать это надо как абсолютно одностороннее, без возможности ответа действия НАТО, действия западных стран, просто потому, что я уже сказал, это арифметический вопрос, а не вопрос потенциала. Поскольку весь этот потенциал сейчас растрачен на Украину. Понимаете, когда мы говорим, что Украина закрывает собой все проблемы безопасности Европы, большую их часть, пока Россия завязана в Украине, нападать ей на какие-то европейские страны, которые находятся под угрозой, это просто смешно, они просто этого не могут. А говорится это еще и для того, чтобы вызвать в общественном мнении в этих самых странах, а мы видим, что это не всегда безуспешно, не всегда, ну, то есть, например, мы видим, что в Венгрии, там, где-нибудь Словакии, при нынешних властях, при нынешних правительствах, эта риторика имеет спрос. И поэтому, когда говорят, что вы там, смотрите, в маленьких столицах, вы же помните, говорили, что малые европейские страны, столицы, крупные города, и маленькие города могут пострадать. Это в эту же калитку история, когда говорят, что вы вот не делайте этого, поскольку Америка-то далеко до нее не долетит, а вот вам будет жу**. И поэтому, пожалуйста, общественное мнение в этих странах, политические, различного рода группы силы, вы возмущаетесь, вы этому противодействуете. Мы же видим не только в Восточной Европе, в Центральной Европе, но и в Западной Европе, в той же Франции, есть силы, которые как раз эту риторику подхватывают. Если мы говорим об ультраправах, которые говорят, а нахрена нам втягиваться в это противостояние, мы от этого ничего не выиграем, французские военные будут гибнуть, Европа окажется под ударом и так далее. На самом деле ничего из этого нет. Москва этого ничего сделать не может, но говорить это использовать оружие другим образом. Ну, словесное оружие, информационное оружие. Поэтому я читал и видел заявление Пескова, он там еще много чего наговорил, он там же добавил фразу, что это же всегда было. Вот это мне понравилось. Ну, правильно, только всегда это было против Советского Союза и стран, находящихся в зоне его контроля, в Восточной Европе и так далее. А сейчас это против Москвы. Да, конечно, это делается против Москвы, потому что Москва ведет себя агрессивно, она угрожает миру и безопасности в Европе, поэтому ракеты увеличиваются и будут увеличиваться. А как они не будут увеличиваться? Пока вы не прекратите аннексию Украины, оккупацию, пока вы не прекратите войну, так это все будет продолжаться. Вот мастерство заключается во всем этом препирательстве в замене причин и следствия. Ну, для Европы, для Украины, для других это уже не действует. Но зачастую эта риторика, она звучит так, как будто бы они все время вынуждены на что-то реагировать, как будто бы они ничего не делали, никуда не нападали, никого не убивали, больницы не разрушали, а вот проклятый Запад все время ведет агрессивную политику. Это поразительное вообще свойство, поразительное качество. Вот интересная вещь, да, вот у меня Гога есть такой, который в Легионе Свободы России выступал, у меня такой легионер, рекрут, который бежал из Калининграда, служил там старшиной второй статьи, на таком ракетном корабле, называющемся Серпухом. И я его спросил, если кто хочет, посмотрите, в прошлое воскресенье мы с ним беседовали вместе с Цезарем, представителем Легиона Свободы России. Я говорю, а вот на, говорю, там, на Балтийском флоте считают, что НАТО опасные регионеры не будет? Да нет, говорит, ни один человек в армии, это не какие-то обыватели, армия. Да все знают, говорят, что там никогда НАТО не нападет, и оно никакое не агрессивное, и что даже опасности вообще никакой. Ровно поэтому тут и моряков отправляют, и ослабляют, значит, военный потенциал именно Калининграда, это все-таки анклав, и тогда все отправляют на фронт, в Украину, значит, все боеприпасы, склады все очистили. Ну, понятно, что он старшинал, многого может не знать, но в принципе в армии-то это обсуждает, все это понимают, он говорит, нет, ни один дурак не верит, что НАТО нападет. Даже самые, которые говорят о том, что, значит, проклятые НАТО в Киеве, там, Крым-Наш 2.0 и так далее, они, никто не верит про угрозу НАТО. Ну, так это же действительно так. Поэтому вопрос-то это, так сказать, эти действия сама Москва в свой агрессивный полик войной и всем, что мы знаем. Поэтому словесная эта риторика, она, чем дальше, тем меньше будет иметь значение, понимаете? И я вот об этом говорю, что если поставить ядерное оружие в Финляндии, в Румынии, в Польше, в странах Балтии, прямо поставить боеголовки, да? Ну, они же в Беларуси поставили свои ракеты, да? Они же как-то не скрываются. Пентагон, Вашингтон подтверждает, что там пять якобы боеголовок есть, может, больше, я не знаю, но почему этого не сделать, ответ. И ничего не будет. И ничего, я подчеркиваю, не будет. И процесс простой. Вы отведите войска, прекратите войну в Украине, и мы отведем боеголовки. Всегда надо действием требовать деэскалации. Вот нужно что-то делать и говорить, ну, вы же не хотите, чтобы это дальше происходило. Тогда давайте, вы оставьте Украину в покое, и тогда мы уберем ядерное оружие, которое вот сейчас вот эти боеголовки разместили в средней и малой дальности. Вот и все. Запад, как всегда, нерешительный. Запад, так сказать, размещает ракеты дальнего радиуса здесь. Да, на них можно навернуть любые ядерные боеголовки, это понятно. Но, тем не менее, это все делается очень осторожно. То есть, реакция Москвы часто непропорциональна. Понимаете? для того, чтобы поймать этот момент и на этом, значит, начать припираться с Западом по поводу условий безопасности самой России и Европе в целом. Воспомнили про Беларусь. Это не тема, это просто там минутка юмора. Сегодня самопровозглашенный президент Лукашенко сказал, что мы ждали сигнал Киеву, Киев нас понял, что там готовилась провокация с нашей стороны. Прежде чем взорвать Каховскую ГЭС, мы, значит, хотели напасть на Беларусь. Он говорит, ну, я же им сказал, я им объяснил. И все, говорит, на границе все, никакой опасности нет, деэскалация, Украина отвела свои войска. Это вообще неправда. Ровно такая же, а может быть, ну, так, в принципе, еще опаснее, да, в связи с географией для нас часть нашей границы, но тем не менее, да, вот что происходит, когда никто не может проверить. В то же время вы сказали, Марк, ну, что хочет Путин, чтобы ему отдали Украину. Европа, Америка, конечно, на это никогда не пойдут. Но, с другой стороны, у нас есть заявление от президента Чехии, Петр Павел, который сказал, что если Украина будет готова удерживать нынешнюю территорию, это уже будет нашим успехом в обозримом будущем. В нынешних обстоятельствах нет реалистичного варианта вернуть оккупированные территории. Не он первый, не он последний, который говорит о том, что очень осторожно, что, ну, вот, вот это хорошо, а вот это уже не получится. При том, что все предыдущие прогнозы Петра Павла касательно наступления и еще каких-то вещей, они всегда, в общем-то, реализовывались. Это не популист. Но здесь всегда история в том, что, ну, в таком случае, это Европа и Америка позволяют какую-то часть оставить хоть и непризнанной за Россию, но оккупированной, потому что всегда мало. И непонятно, неужели это действительно тот результат, который устроит Европейский Союз. Ну, вот Петр Павел, наверное, от себя сделал, как бы, там, Чехия. Максимум сейчас на фронт начинают поступать от Чехии боеприпасы, но в то же время мы всегда говорим, что Европа и Америка могли бы больше. Вот смотрите. Во-первых, Петр Павел, бывший генерал, нацовский генерал, ну, чешский генерал, точно военный, это эксперт. Он работал в Брюсселе, наверняка имел доступ к любой информации и понимает потенциалы, и понимает возможности Москвы и ситуацию с военным равновесием, эквилибрием, так называемым, который сложился на фронте, ну, объективно, за эти, там, два с половиной года. То есть, ни у одной из сторон нету реальных, решительных возможностей для того, чтобы изменить ситуацию радикально в свою пользу. Ну, это объективно так. Проблема в оценке того, что действительно, если Украина только будет удерживать свои 80%, ну, и плюс-минус, там, может, украинские войска все-таки сумеют загнать обратно из Харьковской области в Белгородскую в район Вовчанска российские вооруженные силы, это тоже будет большим успехом, потому что, ну, как, получается, все наступление завершилось угробливанием, там, тысяч-тысяч личного состава российского, ну, украинского они не считают, им же все равно было, и кончилось ничем. И я, кстати, такого не исключаю, там, 200 квадратных километров этот кусочек, и там обстреливают безумно, и там, ну, украинскими войсками этот кусок территории, и гибель там огромна личного состава, ну, посмотрим. Проблема в другом заключается, вот они исходят из того, что, слушайте, ну, вот, даже если вы 80 процентов оставите, это же уже неплохой результат. Беда заключается в том, что Путин не удовлетвориться хочет этими 20 процентами. То есть, логика Петра Павла такая, допустим, да, или так, как мы ее понимаем, что 80 процентов, если бы они остались за Украиной, то это неплохо. И вы знаете, мы бы сказали так, это, конечно, плохо, что нельзя 100 процентов, но, если эти 80 процентов интегрируются в НАТО, станут частью ЕС, прекратится война, украинский народ сможет начать восстанавливать разрушенное хозяйство, там появятся базы, атомное оружие, которое установит НАТО. Нужно сказать, ну, хотя бы так. Ладно, там 20 процентов, там начнется в России свои проценты, с д***** Путина, и там что-то начнется, и тогда будет решаться вопрос об оставшейся территории, там части Херсонской-Запорожской, Донецкой-Луганской и Крым. Да? Но ведь Путин-то не этого хочет. Вот исходить из того, что, да, вот эта хорошая тема для того, чтобы зафиксировать конец войны при таком раскладе, это одностороннее пожелание отдельных европейских политиков. А Путин так не согласен. Путин на это не пойдет. Путин хочет все. Проблема не в 20 процентов уже оккупированной территории Украины. Проблема в том, что у этих 80 пока нет никакой гарантии, что она останется суверенной частью украинского государства с возможностью реализации всех тех требований, которые Конституцию Украины предъявляет, народ, общественное мнение в Украине хочет, там, интеграции на Запад и обеспечить свою безопасность за счет этой интеграции. Ну, понятно, что если ты вступаешь в НАТО, то, соответственно, все вытекающее. В этом проблема, так обсуждать надо не 80%, которые гарантируют, даже не 20%, которые оккупированы, а обсуждать, что делать с Москвой, которая не согласна удовлетвориться с этими 20%, не согласна. И поэтому ровно, когда вот у нас тут споры возникают, украинская аудитория говорит, зачем вы говорите, что может разойтись на Пианковского, когда он говорит о том, что если бы можно было 80% закрыть колпаком НАТО, то это хорошо. Это хорошо, хотя бы так, чтобы спаслась эта часть ценой 20%, а там видно будет, а там погодите. Он это говорит не потому, что хочет подарить Путину 20%, а потому, что он хочет, чтобы эти 80% остались нетронутыми, значит, войной и не оккупированными Москвой. Он из этого исходит в логике, так сказать, того, что происходит сейчас. И, возможно, отчасти в этой логике немного по-другому рассуждает Петр Павел, президент Чехии. Но я призываю говорить не о 80%, а о 20%, а о Путине, который не отменяет своих планов того, чтобы захватить всю Украину. Почему? Потому что только так он видит смысл вообще результата этой войны. Он не видит его в том, чтобы вот у меня побольше территории будет, вот 20%, уже хорошо, можно этим удовлетвориться. Запад как раз очень сильно ошибается, считая, что Путину нужны только эти 20%. Ну ладно, ладно. Трамп так рассуждает. Я приеду, скажу, ладно, твои 20% нормально, остальные вот сюда. он не согласится. Потому что задача их стратегическая, она не заключается в том, чтобы просто эти 20% территории оккупировать. Что там делать? Там нигде денег не будет под санкциями, висящими. Эта территория будет выжжена землей. Это будет один сплошной час Сапьяра или там Бахмут. Понимаете? Поэтому рассуждение на предмет того, что ну надо как-то исходить из реалий, которые предполагают, что освободить оставшиеся 20% и дойти до грани 91-го года невозможно, нужно все-таки в первую голову, в первую очередь ставить вопрос о том, а что сделать Путиным с Путиным, чтобы он оставил в покое эти 80%. Это гораздо важнее. Чтобы от планов аннексии, оккупации всей Украины Путин отказался. Точнее не смог бы ее осуществить, а для этого надо воевать за эти 20%. И тогда в какой-то момент, когда ботинок станет на горло, ну скажут, ладно, хотя бы дайте то, что есть, мы согласны. Может быть так. А вот эта попытка значит уговорить себя через украинцев или украинцев через себя. Ну давайте хотя бы условия отступления от войны, прекращения войны это вот с этим 20%. Только это не работает. Я уверен, что это много раз предлагали кулуарно, Путину конфиденциально. Вообще не предлагали. Ну забирай 20%, ну оставь остальное. Нет. Нет. Я не согласен, говорит Путин. Мне все. Ну форма этого все, мы слышали ее. Неблоковый статус, демилитаризация, деноцификация, 8 тысяч армии оставь, все вооружения отвези. Ну мы же понимаем, что это такое. Или мы что, дураки что ли? Дети что ли? Ну на этом уже ездили на этих минских соглашениях. Мы же знаем, чем это хочется. Войной широкомасштабной. И такое же мирное соглашение закончится новая война. Вот и все. Ничего другого. Поэтому я бы все-таки считал, что европейским политикам не достает вот этой решимости оценить главную проблему. А она заключается. В Кремле и в Путине, планы которых не ограничиваются просто территориальными претензиями. Вот и все. Ну я предполагаю, что если даже такие разговоры или тема велась, то все-таки без участия у Украины, потому что вы же понимаете, что никакой украинский чиновник, тем более президент, политик, этого никогда не узаконил и не поддержал. И президент Зеленский как раз вот на полях саммита НАТО, он давал интервью, он сказал, что ну смотрите, у Путина, что он хочет сейчас, что Донецк и Луганск области, там Крым и кусочек Запорожья и Херсона нет. У него Крым был с 14-го года. Донбасс был оккупирован с 14-го года. Еще ему это было мало. Он хотел больше, он все равно начал очередную войну или виток войны. Поэтому здесь действительно нужно понимать, что за каждой территорией, которая будет ему оставлена, он придет за следующим кусочком. Мы сейчас с вами переместимся ближе к территории Российской Федерации. Там много происходит важных событий, но перед этим я напомню нашей аудитории. Друзья, сейчас самое время нас поддержать информационно. Помните, что когда вы оставляете свой лайк, это совершенно не означает, что вы поддерживаете, радуетесь, вы эйфории от тех, тем, которые мы обсуждаем. Наверное, никогда нет места для как раз всех этих эмоций, но тем не менее вы помогаете нам распространять всю нами собранную информацию. Поэтому это очень важно. И подписывайтесь на YouTube-канал Фигенлаф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Наверное, марковоенные аналитики могут по-своему оценить военный потенциал России, потому что говорят, что там в том числе есть проблемы с боеприпасами, даже с корейскими, с техникой, и не только. Но война – это одна часть, а другая часть – это то, что из-за санкций в том числе страдает, конечно же, и гражданская, назовем это, инфраструктура. За исключительно эту неделю произошло два события, связанных с сухим Суперджетом. Один сломался в воздухе на следующий день после того, как один вообще, собственно, разбился. Напомним, что это те самолеты, которые должны как бы прийти на смену теперь уже под санкционным авиалайнером, самолетом западного образца. Ну, вот, как в России, он бесконечно говорит, что мы справимся сами. Мы можем все произвести, и у нас все будет работать, забывая о том, что все авиаконструкторы, все большие мировые бренды, они десятилетят, потратили на то, чтобы это все протестировать, получить сертификаты, гарантии безопасности, и только потом полететь в Россию, все это намного быстрее. Что это за два падения, или что это за два инцидента, и можно ли предположить, что это только, ну, как-то вход в те процессы, когда будет очевидно, что сами по себе на России ничего не производят? Ну, во-первых, Суперджет этот сухой уже падал. Причем это падение были, по-моему, даже два или три, я боюсь соврать сейчас, там чуть ли не падал со всеми конструкторными разработчиками этого Сухого Суперджета. Вы знаете, что они все погибли? Они летели где-то из Индонезии, где-то какой-то был авиасалон, и они просто все рухнули. Ну, вот, в интернете, потому что это быстро звали в хаосе новостей, это было несколько лет назад. Шумная была история, значит, они летели на испытаниях использования этого самолета. Просто посмотрите в интернете. Я просто всех деталей в голове держать невозможно, потому что голова уже дымится. Понимаете? Ну, я помню очень прекрасно. Были и другие падения. С чем это связано? Ну, смотрите, Сухой Суперджет, как в ближнемагистрале, по-моему, в среднемагистрале борт начали создавать, когда уже было разрушено полноценное авиапроизводство. Я родом из Самары, где был авиакорзавод, раньше авиационный завод он назывался, где там диваны производили. Его сейчас нет, кстати, в заводе. В Ульяновске такая же проблема. Авиационное производство было полностью уничтожено. Советское еще, конечно, производство, безусловно. Конечно, ему на смену должна была прийти какая-то кооперация, потому что современные технологии у Боинга, у Аэробуса, других компаний в России замерла. Там проблемы тяжелые с авионикой. Гигантские проблемы с двигателями. Авиационные двигатели это вообще проблема. Вы знаете, что нормально стоят роутсоветские двигатели. Роллс-Ройс производит авиационные двигатели. Мало кто знает. Вот. Вы представляете, Роллс-Ройс и Запорожец. Ой, извините, ну, Запорожец, ладно, он его не выпускает, но хорошо, Волга, Жигулер. Да, хорошо, Жигули. Я сам родом из Самарской области, там Тольятти производит вот этого Лада Калина. Я уже не знаю. У меня в молодости только была восьмерка, потом в девятку. Чего тут не было. Вот. Бил я их нещадно, так сказать. Они вообще как трактора были. Вот. Что они могут произвести? Ну, что они могут произвести? Вот они начинают. Нет у нас там какие-то технологии? Да нет никаких технологий. Давайте прямо где-то их. Ну, нету их. Они даже те технологии из комплектующих состояли западно. Ну, что-то они воруют, что-то как там мастырят, ремонтируют и так далее, но российское авиационное производство, российская авиационная промышленность лежит ничку. Это осваивание средств, разворовка, это отсутствие современных технологий, они не могут угнаться за тем, что делает Запад, ну, конечно, ведущие компании, Боинг, Робус. Иначе давайте простой вопрос. А как это так, что до санкционного периода активного вот этого в связи с войной два с половиной года, который назад весь авиационный парк Аэрофлота состоял только из Боингов и Робус. Я на них летал. Я знаю, что летал. Я забыл, когда я летал на Ту-134, там, 204, 154. Я уж забыл. Это было в моей ранней молодости. Так не было. Летали только на... Я на сухом Суперджете тоже летал, кстати. У меня какие-то колесики такие маленькие, нищих, чиркает о земле, понимаете? Ну, я не знаю. Я же не авиаконструктор. Я не буду ничего утверждать. Я не специалист. Я потребитель услуги, не более того. Но даже не будучи выпускником авиационного института, достаточно легко понять, что санкции, что отделение от всех передовых технологий России, ее изоляция, технологическая, научная и другая, она с неизбежностью должна привести к техническому крафту. И это в разных отраслях, это не только авиационные, там нефтяная промышленность, посмотрите, вот этот горизонтальный бурей. У них половины всего нет, оказывается. Ну, китайцы что-то заполняют, да, но это не самая передовая поддержка, не самая передовая кооперация. А планы были огромные на сотрудничество с Боингом, Майоробусом, заводы собирались строить в России. Собирались, такое даже обсуждение было, помню, публично, начиная с конца 90-х годов. И к чему сейчас все пришло? Вот сухой суперджет, это единственный самолет, а другого нет. А какой другой-то? Авиационный парк состоит либо из отечественных самолетов, сухой суперджет. Других-то нет. А какие другие? Все остальное-то аэробусы, это, соответственно, Боинги, а нет больше. Вы знаете, авиационная промышленность, авиационная производство, это такая чувствительная область, люди летают. Это даже не машина, ты все-таки в воздух поднимаешься. Самолет тяжелый. И как бы здесь шутки-то там дальше только космос. Вот. И поэтому здесь к этому надо как чувствительной сфере относиться серьезно. Потому что, ну как, раз и там 200-300 человек убилось. Ну этот, ладно, пустой летел самолет. Я к чему это все говорю? Что это не случайно, что падает суперджет. Это вообще не случайно. Ну, авиационная катастрофа везде происходит, по всему миру. Спору нет. Но в России с известной частотой. И именно российского производства самолета. Ну, есть то, как Embraer, Legacy бразильский не сбили, в котором летел Пригожин со своим окружением. Ну, это физическое воздействие, да? А так-то, в принципе, никто же не летает на суперджетах. Вот простой вопрос. А почему Путин летает на суперджетах? Почему он на нем не летает? Ну, хорошо, другие вот эти частные борта, они почему-то себе бомбардьеры, вот эти вот, знаешь, хорошие такие самолётики там. Гольфстримы, пятые, вот, а что они летают на суперджетах? пересадите на отечественные, всех олигархов, которые пусть летают на суперджете. Вы знаете, что будет? Они пешком будут ходить до Турции и дальше. Они не полетят на суперджетах. Они не идиоты, они не самоубийцы. Они могут только на гольфстримах, бомбардье, вот, на таких, на хорошеньких, на сесснах, там, еще что-то. А, нет, на это не пойдем, мы на нем не полетим. Лучше останемся дома. Вот и все. Вот и ответ. Ну, так же, как они, собственно, на отечественные машины же тоже не ездят. Кто там, на Жигулях, Фридмана там какого-нибудь. Грефа на ней. Нет. 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 Вот это и есть ответ. Они прекрасно знают о состоянии российской авиационной промышленности и российской авиационной техники. Прекрасно осведомлены, очень хорошо осведомлены. Это источник разворовки, но никак не технологического передового развития. Это уж точно. Гарантированно. Я думаю, что если бы их заставили летать на сухих суперджетах, то они бы сделали максимум, чтобы закончить войну и отменить санкции, потому что это было бы единственным спасением для того, чтобы восстановить всю эту отрасль, хотя это просто так легко не делается. И я уж не знаю, Марк, полетят ли на сухом суперджете российские спортсмены в Париж, потому что, насколько я понимаю, какое-то количество, очень небольшое, но допускается. Во-первых, нужно отметить сегодня потрясающие события. Может быть, наши зрители не знают, но у Российской Федерации есть национальная сборная по футболу среди женщин, женская сборная. И вот сегодня в международных, не побоюсь этого слова, соревнованиях они проиграли сборной Северной Кореи. Вот они, первые полосы спортивных новостей в Российской Федерации. Тем не менее, российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпийские игры. Как утверждают журналисты, решение не показывать соревнования имеет политический характер. В статье отмечается, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и без гимна на центральных российских телеканалах невозможно. Туда же добавили Матч ТВ, которые отказались, ну и там стриминговые площадки тоже. То есть я себе вполне представляю, что, наверное, не только украинские спортсмены, но и наши ближайшие друзья, да и французы вполне возможно, потому что сам Париж очень так, мэр Парижа настроен проукраинский. Одним словом, конечно, это будет трибуна для не самых громких, но все равно политических заявлений, да, потому что, как правило, спортсмены в этом ограничивают. Наверное, там будут разные истории и, конечно, там будет в том числе Россия. Но от этого Российская Федерация больше выигрывает или проигрывает? Потому что я же не зря вспомнила про это соревнование со сборной Северной Кореи. Ну, если в Северной Корее они привыкли так же десятилетиями, полностью отрезанными от информации, от интернета, полностью искаженная информация того, что подается в середине, то в России как бы этого не было и приходится к этому привыкать. Ну, вот сегодня я могу сказать, что сегодня в Париже прошла демонстрация украинцев против российских спортсменов, которые приедут, ну да, они под олимпийским флагом будут выступать, но сегодня большая очень манифестация. Моя девушка сходила, пошла, поучаствовала в ней и, соответственно, все это засняла. Вот, если нам удастся, мы это все попытаемся сейчас показать, видеозапись того, что там в Париже происходило. А что вообще должно происходить? Ну, то есть российские спортсмены понаприехали, причем среди них есть масса людей. Ну, отдельный вопрос, значит, участвуют они под олимпийским флагом или нет, это сейчас мы обсудим. Но там масса людей, которые просто прямо заявляли о том, что, вы знаете, говорит, вот, мы поддерживаем там свою операцию. Мы там, например, заявляли такое, что мои родственники воюют, мои там, папа, папа воюет, а он, значит, приехал на олимпиаду. Совершенно непонятно, значит, олимпиаду, о спорт и мир, вот этот весь кубертеновский набор, ну, как бы, есть резонный вопрос, а зачем тогда Россия участвует в олимпиаде, у нее своя, что называется, в кавычках, олимпиада на линии фронта в Украине. Да? Значит, соответственно, вопрос ведь стоит ребром. Спортсмены должны участвовать в олимпиаде, если они противники войны. Любые спортсмены. Да? Ну, понятно, противники войны украинцы не могут быть, потому что они ни на кого не нападали. Они не за войну, они просто защищают свою территорию. То есть, если бы украинцы напали бы там на несчастную Россию и, значит, резали, убивали, ну, наверное, к украинцам была бы такая претензия, вы что тут делаете, да? Ну, резонно, да? А проблема совершенно другого. Это именно Россия, Российская Федерация напала на Украину, убивает украинцев, а те защищаются. Ну, то есть, им деваться просто некуда, они у себя, и у них другого выхода нет. То, что Российская Федерация там выигрывает проект, ну, это спор. Проблема или, наоборот, счастье в том, что Олимпиада на самом деле не может быть изолированной совсем от политики. Вот говорят, что нужно, чтобы вообще политика никак не уделала. Нет, так не получается. Вот так не выходит. И она всегда в том или ином виде политика присутствует. Если вы помните Олимпиада 80-го года в Советском Союзе в Москве, на нее не приехали все западные спортсмены. Она просто была, состояла только из представителей социалистических стран. Ну, и Азии, там, ну, так вот. Олимпиада была такая, вкусненькая, потому что ведущие спортсмены Соединенных Штатов, там, ПРГ, Японии, и так далее, их просто не было. Из-за афганской войны. В 84-м году на Олимпиаду в Лос-Анджелес не поехали уже российские спортсмены. И к тому моменту и представителей социалистических стран, входивших в союз с Москвой. Это тоже была политическая акция, это тоже было политическое действие. Отказываться, ну, говорить, что это не так, было бы неправильно. Это политика. Олимпиада, сам ее смысл заключается в том, что, ну, по меньшей мере, если даже какие-то войны бушуют, то действительно они все должны останавливаться. и Москве это предлагали. Вы на время Олимпиады, а это добрых там 2-3 недели, прекратите боевые действия, прекратите огонь. Почему вы, а не украинцы? Ну, потому что вы же напали. Вы напали на Украину, и, значит, на вас лежит ответственность за то, чтобы это произошло, да, перекращение огня. Соответственно, Москва от этого отказалась. Значит, соответственно, вопрос ведь состоит в чем? В том, что если страна отказывается соблюдать даже те условия, которые, ну, давали бы возможность спортсменам принимать участие, так, ну, тогда зачем спортсменам вообще ехать и участвовать в этом? Пусть едут все на СВО тогда, по этой логике. Есть спортсмены, русские, россияне, которые перешли в другие федерации, вообще вопросов нет. Есть их национальные федерации, кто-то в Швейцарию, кто-то куда-то переехал, получил такую натурализацию, там легализацию. Вообще не вопрос. Принимать участие, пожалуйста. Это не вопрос сегрегации конкретных спортсменов, ну, если они не делали там военные заявления или милитаристские поддержку политики Кремля о войне, пожалуйста, участвуй, соревнуйся, завоевывай медали. Но есть и дружок, ты хочешь быть лояльным своей власти, которая ведет вот эту политическую деятельность, войну и все с ней превходящую, то зачем тебе участвовать в Олимпиаде, которая совершенно другими целями декларирует? Мира там, всеобщей дружбы, как альтернатива войне, это честное мирное соревнование и так далее. если для вас это продолжение горделивой попытки доказать всему миру, что вы можете хоть войной, хоть спортом победить всех, ну, убить, да, ну, тогда зачем такое участие, зачем вам Олимпиада, совершенно непонятно, нет логики-то никакой. Нам часто говорят, спортсмены ни при чем, власть, вот она сама чего-то там творит, почему спортсмены за это должны отвечать, а в современном мире по-другому не бывает, потому что вы представляете именно Россию, даже если вы под олимпийским флагом ходите, а не под российским, нужно себя сепарировать от всего того, что делается. Еще и почему, потому что в 36-м году была Олимпиада в Берлине, я вам напомню, Берлинская Олимпиада, когда, извините, опозорено было все на свете, Гитлер сидел на трибуке, а через три года разразилась Вторая мировая война в сентябре 1939-го. И ведь не сразу дана была такая оценка еще с Мюнхенской сделки, ну, с Мюнхенских договоренностей, которая бы обличила Гитлера, Германию, нацистский режим в том, что они являются протагонистами войны в Европе и убили миллионы-миллионы людей. Может быть, отсюда этот урок вынесен, что если сейчас, а если бы лишили возможности в Берлине проведения Олимпиады 1936-го года, уже тогда были достаточно тяжелые ситуации, да, еще не началась Вторая Мировая, но проблемы с Гитлером уже были. Не смешные, с нацистским режимом были, хотя он пять лет там в момент только был у власти. Проблемы были, понимаете? В 1933-м, я извиняюсь, меньше, три года, небольшой. Проблемы были, поэтому, извините, зачем повторять этот опыт? Если Российская Федерация, если Кремль, если Путин продолжают войну, то российским спортсменам в юрисдикции, которые предполагают даже под олимпийским флагом представительство России, участвовать в Олимпиаде нет смысла. Каждый по отдельности, пожалуйста, вот, Швейцария, Германия, Америка, пожалуйста. Коллективно? Нет. И я говорю, что в этом нет никакой опасности, потому что были Олимпиады, на которых страны не были представлены. Пожалуйста, это было. Олимпиады проигнорировали 1980-го года, проигнорировали западные страны, 1984-го года проигнорировали социалистические страны. Никакой трагедии в этом не было. Вот и все. Я напомню, что очень много украинских спортсменов на этой Олимпиаде не будет. Но не потому, что политика, не потому, что не могут выходить, а потому, что они погибли на войне. В войне, которую развязала Российская Федерация, Путин, Российское общество и спортсмены. Действительно, мы это очень хорошо знаем с 2014-го года. Никто не может быть вне политики. Поэтому вот такая вот печаль с нашей стороны не едут, потому что погибли, но с их стороны, потому что они и есть убийцы. Друзья, мы на этом будем заканчивать, но, как всегда, я вас буду призывать не забыть, уходя, выключить свет, закрыть, конечно, ноутбук или что вы смотрите, но перед этим оставить нам лайк. Это очень важно. Подписаться на YouTube-канал Фегин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Ну и также, пользуясь случаем, я вам напомню о том, что в следующий раз мы с вами встретимся уже на старте следующей недели. В понедельник вечером мы приглашаем вас вот на такой формат. Обязательно к нам присоединяйтесь. Марк, спасибо большое за разговор, за этот час и до встречи в понедельник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!